Солнце, воздух и вода По различной интенсивности, солнечные ожоги Поверьте, они все оставляют после себя следы, которые очень сложно потом каким-то образом убрать, очень сложно их лечить Но тем не менее это есть И от них не спрячешься, потому что как бы кто не хотел, особенно в раннем детстве, если это произошло, то это остается практически на всю жизнь Но самое неприятное, что вот эти участки кожи, они тоже больше всего подвержены перерождению То есть развитие рак кожи на этих местах может быть Поэтому если такое случилось, если вы увидели, что ведь ожоги есть различных степеней тяжести Есть просто эритематозная форма, то есть только покраснение, небольшие субъективные какие-то ощущения Ну, жжение, зуд А есть ведь пузыри, когда образуются на коже, так называемые булезные формы ожога Есть тяжелые формы ожога Я знаю точно, многие люди заканчивали поход на пляж реанимацией Потому что, ну, что греха таить Многие же ведь используют вещи несовместимые на пляже Это же, ну, самое неприятное, это алкоголь И когда человек принимает большую дозу алкоголя, он имеет тенденцию к тому, что уснуть И когда это происходит, вот уж, поверьте, тут уж нет сентиментов И мои коллеги, анестезиологи, реаниматологи занимаются ними пациентами И последствия потом отдаленные у них бывают очень серьезные Поэтому солнечные ожоги – это повод обратиться к врачу практически стопроцентный Потому что сметана, кефир, да, безусловно, может быть Но арсенал препаратов на сегодняшний день такой, что, ну, зачем эти вещи, которые, ну, да, может быть, немножко они помогают Знаете, как, применение таких вещей поможет, да А если не мазать ими, тоже поможет, ну, тоже через некоторое время пройдет Но наша же ведь задача заключается в том, чтобы снять воспаление Чтобы это воспаление потом не оставляло после себя необратимые процессы Вот это вот имеет большое значение И, опять же, все зависит от нас с вами Если мы не будем передозировать ультрафиолет, то ничего с нами не случится Самое главное, мое любимое выражение, мои пациенты часто меня спрашивают Какой самый лучший загар? Ну, лунный Лунный загар, поверьте, самый лучший Это, конечно же, шутка, но я, мое мнение четко Загорать и ходить на море, нам, особенно здесь живущим, только после 19 часов Субтитры создавал DimaTorzok